Всем привет, друзья! В эфире передача на туре. Сегодня все в сборе. Дмитрий Ершов, Дим привет, Максим Киселев, Макс привет, Михаил Меркулов, наше трио в сборе. Сегодня мы поговорим о Еврокубках и немножечко о чемпионате, потому что весна, пара важных матчей, конечно, во главе угла стоят сейчас весенние Еврокубковые баталии. Ну и, друзья, давайте начнем с нашего Кубка Москвы. Он четвертый по рангу идет и будем снизу вверх идти. Сокол у нас поехал в гости к Galaxy. Первая игра, напомню, завершилась с отчетом, к сожалению, с поражением Сокола, с отчетом 4-0. И мы в предыдущей передаче рассчитывали, надеялись на то, что Сокол сможет... Хотя бы в серию пенальти перевести. Хотя бы, да. Но, к сожалению, этого не получилось сделать. Счет 4-2. Galaxy одержала победу. Максим, вот что можешь сказать? Ну, хочу сказать, что Сокол все равно молодцы, как бы то ни было. Капотня – это такой выезд неближний. Мутный. Мутный такой вообще, может быть, иногда даже порой опасный, да, в Капотне. Не каждый поедет вообще для разных целей. Уж тем более требовать чего-то от жителей, да? Да. Главное было доехать, да, всей командой. Да, это точно. Ну, одну стадию в Капотне прошли, вторую, к сожалению, не удалось. Но, по крайней мере, руки не опустили, как Ваня обещал. Поборолись. Все-таки два мяча в гостях забили. Ну, считаю, что все-таки достойно Сокол завершает турнир. К сожалению, мы болели за ребят, но вот, увы, не смогли пройти. Ну, присоединяюсь, Максим, я к твоим словам. Действительно, Сокол выступил достойно, прошел достаточно далеко. В 1-4 вылетит это тоже. Плей-офф есть плей-офф. И это, так скажем, не стыдно. Сокол молодцы, поздравляю. Но, главное, все-таки у них надо наладить все-таки дела, наверное, во внутреннем чемпионате. Еврокубок почувствовали, что это такое, приобрели необходимый опыт и можно, наверное, все-таки двигаться дальше. Следующий у нас Лига Москвы идет по рангу. Здесь у нас две команды представляют западный округ. Это Феникс 9, группа B и Портер, группа C. Здесь у нас завершилась, наконец-то, группа. Мне кажется, она уже год идет. И вот, наконец-то, можно подвести ее итоги. Значит, Феникс 9 встречался с легендарным Харьковым. Ждали мы Анатолия Мартыновченко, но так и не дождались, да, по-моему? Да, не было Анатолия, абсолютно точно. Здесь Феникс упрочил свое лидерство в группе и завершил на первом месте. Победа со счетом 3-1 и выход в следующий раунд. Феникс 9, кстати говоря, набрал одинаковое количество очков вместе с юго-западным Зарядом. А Заряд, вы помните, да, в прошлой передаче с Александром Ильиным мы обсуждали Заряд. Да, он участвовал в зимнем кубке и отмечали это как очень хорошая команда, которая может, кстати, претендовать по составу, наверное, на победу. Но на финал может побороться. Можно, да. Может, да. Но и Феникс тоже, как говорится, не лыком шит. Во-первых, первое место в группе. Несмотря на то, что по разнице забитых мячей, по дополнительным показателям, ну какая разница, да. Все равно первое место есть первое место. Вот, соответственно, команда Сергея Стеблецова с первого места попадает на команду, которая заняла в группе А, второе место. Как вы думаете, какая? Кто-нибудь знает? Мы знаем просто. Росвоен ипотека, да. А вот и неверно, Дим. Максим. Так, ну у меня, честно говоря, тоже я смотрел, но из головы вылетело, Миша. Но ты, мы не смогли сказать, ты, наверное, скажешь. Конечно. Это команда Василия Уткина и агресси, Дим. Росвоен ипотека, она тоже попалась в западной команде, но портеру. Но портеру и, соответственно, вот такой расклад. Получается, значит, 14 апреля пройдет первый матч. Василия Уткина мы ждем здесь, в западной лиге, наконец-то. Кстати говоря, может быть, предложим ему прокомментировать? Феникс 9, агресси. С удовольствием послушал и посмотрел трансляцию. Я бы в него вместе не согласился. То есть, если играет твоя команда, ты должен быть все-таки, наверное, где-то ближе к коллективу, где-то на бровке. Тогда другой матч предложим. А вот Феникс 9 пусть, соответственно, комментирует. Точнее, наоборот. Или как? Да, портер тогда пусть комментирует. В любом случае, будет интересное противостояние. Кто-нибудь вообще видел агресси? Да, слежу за их успехами, в принципе. Ну и что скажешь? Сможет дать отпор Фениксу? Ну, я думаю, что бой точно даст. А вот кто выйдет сухим из воды, я больше поставил бы, конечно, на Феникс. Я тоже подписан на агресси в Инстаграм, смотрю, наблюдаю. У них молодая, хорошая команда. Есть вообще очень техничные ребята, просто талантливые. И наверняка они сюда на Осетунь парк приедут, потому что Василий Уткин, он активно, на самом деле, очень активно занимается ЛФЛ, общается с людьми. Вот я знаю людей, которые из других округов тоже обсуждают ЛФЛ. То есть, он знает вообще в целом обстановку, знает про Запад, что это сильный очень предстоит соперник. Я думаю, он здесь обязательно будет. И, ну, это будет очень интересный матч. В любом случае, прокомментирует он или нет? Ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, Феникс 9, мы предположим, что это фаворит в этой паре. И есть все шансы, чтобы пройти дальше. Ну и Портер у нас в группе С занял также первое место с 12 очками. Лишь на 1 балл опередил он Десеп, номер 7, у тех 11 баллов. Но в последнем туре Портер проиграл Родине со счетом 4-6 на выезде. Вот так вот. Ну, Портер же до этого тура гарантировал себе выход. А учитывая, что команда Максима Сергеевича Ковальчака участвует вообще во всех, по-моему, турнирах, каких только можно, да? Я думаю, что здесь, может быть, где-то дали чуть слабину, но обязательно наверстает упущенный в плей-офф. Ну, здесь было право на ошибку. Здесь можно было поэкспериментировать, поиграть в свое удовольствие. Ну и поэтому поражение, оно не критичное. Ну и, возможно, где-то даже полезное, чтобы опустить с небес на землю команду, да? Чтобы еще лучше подготовиться к матчу, как раз дим против Росвоен ипотеки. Юго-западная команда, вот, неоднократно наслышан о ней, тоже представляет собой достаточно интересный коллектив. Согласны? Конечно, они же в прошлом году выиграли Зимний Кубок Народ. Они же еще были коллективом второй лиги, обеспечили себе выход в первый дивизион. Ну, поскольку были второй лигой, то участвовали в Народе. И, собственно говоря, этот кубок забрали. Ну и достойно уже, соответственно, здесь, в Зимнем Кубке Элиты, тоже, ну не здесь, точнее, а на Вернатко-парке, тоже очень даже достойно играли. Команда очень крепкая там тоже. Да. Ждет нас интересное еще одно противостояние в 1-4 финале Лиги Москвы. Будет оно совсем скоро, уже через 2 недели, 14 апреля, первый матч. Ответное будет уже в мае. Ну и давайте поговорим уже о более таких серьезных, значимых и долголетних, так скажем, кубках. Например, таком, как Кубок ЛФЛ. Потому что Лига Чемпионов у нас на носу, ну а Кубок ЛФЛ уже в разгаре. В Кубке ЛФЛ у нас было тоже много интересных матчей. Целых 4 команды представляли Западную Лигу. И начну я с не самого приятного. Это то, что Техносила просто не приехала на ответную матч против Нижгар. Это позор, друзья. Вот стучу я по столу и говорю позорище. Просто. Ну, не согласиться трудно. Вот мы так надеялись на Техносилу, ее турнирный путь в дебютном для себя Кубке ЛФЛ. Да, вот то, что она вытворила, выйдя невероятным образом из группы. Да, и потом ей еще повезло, что не приехала РМА на ответный матч. Кстати, позор и РМА тоже тогда, да? И РМА позор. Извини, РМА не наш округ. Восточный. Это один момент, да? А Техносила это наша западная команда. И мы не хотим видеть это. Ну, а как по-другому, мне кажется, нельзя это назвать. И в дальнейшем, я надеюсь, что таких оплошностей у наших западных команд не будет. Да, тем более мы так болеем за все наши коллективы и верили в Техносилу до последнего. Ну, вот такой вот, даже не казус, а, как сказать. Да, да. В общем, только пожурить можно. Как-то, да. Ты подумал, но не произнес это слово. Давайте поговорим о команде, которая поехала на выезд, собственно говоря. Это Успенская. Она поехала к Динамо. Помните, мы говорили в прошлой передаче, 3-1 победа, удержать. Но предупреждали, что все-таки играть на Флотской крайне сложно. Там, во-первых, соперник более чем серьезный. Динамо, который идет в лидерах на севере. Вот. И, во-вторых, все-таки размеры поля, по себе знаю, там очень непривычно. Особенно после Запада. Уж не знаю, с чем так связано. Но, действительно, на Флотской играть крайне сложно. И, как итог, друзья, 5-0 победа на Динамо. У нас есть слабоуголы. Мы пока смотрим их. Да. Чужое поле. Сильный соперник. И еще, вы как раз смотрите нарезку. Снег вышел. Выпал. То есть, ну, максимально, да, незнакомые и неприятные условия для Успенского были в этой встрече. Но, что тут сказать. Соперник действительно был сильнее. И вот не допускал Динамо тех ошибок, которые мы видели в первом матче. Отнеслись они уже к Успенскому намного серьезнее. Ну, а если в первом матче Динамо не дособралось, то, получается, во втором матче уже Успенская толком не собрались. Да. Вот мы с тобой же комментировали первую игру, когда Успенская выиграла 3-1. Но после матча я вот обратил внимание на тренера Динамо, да, вот этого легендарного Баджо, да, Антона Тимофеева. Такое ощущение, что он очень был спокоен после победы Успенского. И мы, конечно, понимали, что 3-1, как бы, это не то, что не гарантия для Успенского прохода, да. Мы, вот, если положа руку на сердце, да, после передачи обсуждали, и никто из нас не сказал, что Успенская это фаворит. Вообще, именно не в матче, а вообще в проходе, да, мы не считали, что Успенская фаворит, даже несмотря на победу 3-1. Ну, так и было, если помните. Ну, да, я с тобой соглашусь, но все-таки 5-0 неожиданно. Крупновато, конечно. Крупновато, да. Ну, а как это происходит, вот эти все счета крупные, да, 5-0 в двухматчевых противостояниях? Здесь же счет, от которого многое зависит. Если, допустим, Успенская пропускает 2-3 мяча, им уже нужно просто идти вперед, забывать об обороне, обо всем, и, собственно говоря, как-то выходить дальше. Ну, и, понятное дело, что на контратаках еще парочку можно и пропустить. И более того, еще Игорь Гришин отразил пенальти в этой встрече. А этот момент, как бы, тоже, безусловно, морально повлиял на Динамо и просто-напросто уже добили. Счет, конечно, очень крупный. Ну, и Игорь Гришин исправился за свою ошибку, за свою оплошность в первом матче. Всполна. Ну, в целом, путь Успенского достаточно тоже был неплохой, да, наверное, можно сказать, что ребята молодцы. Молодцы, в одной-восьмой дойти. В принципе, результат неплохой, наверное, рассчитывали на большее, но Жребий все-таки свел с достаточно сильной командой. И обыграли ее, да. И обыграли даже ее, да. Поэтому, я думаю, что, вот, подытоживая такой итог выступления Успенского, наверное, все-таки положительно, да, можно сказать о команде. Ну, если техносили неуд, то Успенская однозначит удовлетворительно, а то и повыше. Ну, да, да. В четверку с минусом вполне можно. Успенская команда, которая только вышла в премьер-лигу, да, долго готовились, но в любом случае они сейчас набивают вот эти шишки. Ну, конечно. И участие в таких крупных турнирах, оно дает тот самый опыт, который необходим, в том числе и во внутреннем первенце. Еще одна команда близкая Максиму Косилеву, его сердцу. Максим. Да, к сожалению, должен был комментировать, но заболел, не смог поучаствовать, но верил. К сожалению, должен был комментировать. К сожалению. Ну, наверное, поэтому, может быть, и назначили, что хорошо знают команду. Ну, не мог присутствовать на Сетане, да, потому что температура поднялась, но был уверен в парнях, что пройдут Бобру. Ну, достаточно по счету, надо сказать, что игра получилась легкой по счету, казалось бы, да, но достаточно длительное время счет был очень скользкий. При счете 2-1 у Бобра были моменты, да, вот так вот, и из обеи все могло быть дойти до пинати. Ну, слава богу, что Кашкашвили, Лаша, нужный момент, и Владимир, читая, сумели сделать результат комфортным и избежать вот этой нервной концовки. Но видно было, что запас прошлости у ЦДН, он все-таки есть. И да, и нет, потому что был матч очень такой на тоненького. Первые два гола, которые вселили в ЦДН, на самом деле, уверенность, ну, сам понимаешь, да, ничья на выезде, здесь 2-0 ты ведешь и чувствуешь себя комфортно. Да, в своей тарелке. Но вот эти два гола, они где-то были за счет ошибок соперника, да, где-то первый гол, допустим, вратарский ляп там неправильно немножко действовал, да, как мне показалось. Голкипер, поэтому здесь и чуть-чуть и повезло тоже у ЦДН. То есть запас прочности, может быть, и был, но он был уже после вот этих 2-0. Ну, поле было точно достаточно скользкое, такое отмечу. Команды много били и где-то у Бобра футболист достаточно техничный. Видно, что из меню футбола вот это от себя, под себя, под подошву, там, под фитити. У них это получалось достаточно неплохо. И вот гол, забитый гостями, он, собственно, тому подтверждение. Он был просто великолепен. Тем не менее, ЦДН обыгрывает со счетом 4-1. Идет дальше. И еще одна команда у нас западная принимала соперника. Это действующий победитель Лиги Чемпионов Тройку. Но здесь все-таки без сюрпризов. Тройка обыграла Портер со счетом 3-1. И надо сказать, что шансов на то, чтобы пройти дальше, у подопечных Максима Квальчука практически не было. Да, 4-1 на выезде, 1-3 дома. Это абсолютно без шансов. Здесь, наверное, стоит говорить о том, что не повезло со жребием. Наверное, Портер действительно был слабее своего соперника. И уже где-то даже заочно до начала этого двухмачевого противостояния. Ну, а ты, Максим Квальчук, после матчевого интервью уже внутреннего чемпионата, он обмолвился о том, что не повезло им, конечно, со жребием. Начинать весеннюю часть чемпионата против такого сильного соперника, это очень сложно. Хотя по качеству игры более-менее тренер Портер оставался доволен. Но при этом результат никто не отменял. И Портеру, в принципе, сейчас очень хороший состав. Но нужно, наверное, время, чтобы сыграть. Согласны? Да, конечно. И пока сыгрываются и новички, когда про чемпионат будем говорить, тоже скажем. Ну, нужно, чтобы они тоже притерлись в команду. И сейчас пока, наверное, не те матчи выпали, в которых им легче было бы вклиниться. Потому что и в чемпионате, скажем, тоже трудный соперник. И здесь тройка, которые мы думали, гадали, как они настроятся после Лиги Чемпионов, после победы. А они просто как машины прут. И похоже, что это главный фаворит в Кубке ЛФЛ. Безусловно, но это был на стадии групповой. Это был один из главных фаворитов Лиги Чемпионов. Там была группа смерти. Вопрос был, какая мотивация у тройки после Лиги Чемпионов. И здесь они в группу смерти не попали. Будут бороться за Кубок ЛФЛ, не будет. Но вот эти результаты против Портера показывают, что будут они брать этот титул. Тройка перестраивается. Тройка забрала двух-трех футболистов из Иствуда. Соответственно, сейчас тоже идет вот это сживление в основной состав. Хорошо, как раз мостик помогли к Иствуду. Самый веселый матч на Западе в Кубке ЛФЛ прошел как раз с участием Белозеленых, футбольного клуба Иствуд и Трансконтейнера. Трансконтейнер, который, казалось, был фаворитом перед матчем. Первую игру, напомню, закончили в гостях в Зябликово со счетом 1-1. И здесь, казалось бы, не должно было быть никаких проблем. Но, как оказалось, середина первого тайма, счет 0-2 и удаление у Трансконтейнера. Что это? Вот это действительно большой вопрос Трансконтейнеру. Потому что, честно говоря, мы с этой командой не отслеживались. Какие-то такие моменты, когда первые минуты команда проваливает, чуть-чуть не просыпается где-то. Бывало, конечно, такое. Но вот в таких знаковых матчах, причем и Трансконтейнер во главе с Павлом Крыловым, они говорили, что да, именно Кубок ЛПФ для нас сейчас очень важен. И именно в этом противостоянии мы будем выкладываться по полной. Но вот такое вот стечение обстоятельств, удаление, там, чуть ли не на 10-й минуте. Причем удаление, да, до штрафной, но с этого же штрафного забивает. То есть получается некое двойное наказание. И, ну, конечно, пришлось какое-то, потребовалось время какое-то, чтобы Трансконтейнер пришел вновь в себя, вообще вернулся в эту встречу. Надо отдать должное, конечно, этому камбэку. Потому что, во-первых, Трансконтейнер, напомню, действующий еще обладатель Кубка ЛФЛ, негоже, вот так вот дома у себя на Западе, при своих журналистах, зрителях, да, просто вот вылетать. Пришлось брать себя в руки и, собственно, пять безответных мячей, и Трансконтейнер обещает сделать выводы после этого матча. Тут еще знаешь, какую можно аналогию провести? Трансконтейнер, так вот называют перевозчиками, иствут лесниками. Вот когда перевозишь лес, всегда какие-нибудь трудности возникают. Ну и так же у Трансконтейнера, собственно говоря. Получилось. Да, достаточно неожиданные эти трудности. Возникли. По идее, все должно было пройти, проехать все должно было гладко. Но получилось, как всегда. Как говорится, ну и у нас все, да, по-моему, все пять матчей. Есть теперь календарь Кубка ЛФЛ. Здесь CDN попал на беду. Беда, которая обыграла Селкин. На свою беду, да? На свою беду, да. Не знаю уж, честно говоря, если бы вот перед одной восьмой, мне бы сказали, кого бы хотел бы в соперники, беду или Селкин, я бы сказал беду однозначно. Ну, теперь я уже не знаю, что лучше для CDN. Самое главное не тройку. Ну, ты знаешь, не факт. Тройка, возможно, бы играла футбол, давала играть CDN. А вот беда, она как раз может сыграть по сопернику. И как раз доставить очень много проблем нашей команде. И опять же, неудобный выезд на флоску 64. Об этом все наши говорят, что туда очень сложно выезжать. Да, да. Но постоянно запад попадает на север, и это вот противостояние, оно уже сколько длится. И у нас получается вообще два противостояния, потому что трансконтейнер попадает на обидчиков. Успенского на Динамо. Вот Динамо еще раз вернется на Сетунь Парка. Ну, посмотрим, удастся ли трансконтейнеру постоять за своих, так скажем, коллег по дивизиону. Интересное противостояние, но чем дальше, наверное, чем ближе к финалу, тем уже и непредсказуемые получаются вот эти самые матчи. Я, лично говоря, даже ни в одной из этих встреч не дам никакого прогноза. Просто не решусь. Тройка, кстати, попала на Трансгарант. Вот, и из Умрута 86 попал на Нижгара. Вот такой у нас получается квартет из восьми команд. Напомню, что СДН и Трансконтейнер уже, кстати, в эти выходные начинают свой путь. И начинают они здесь на Западе играть на Сетунь Парке. То есть надо делать вот сейчас за дел и, соответственно. Ну, потом уже будет как-то полегче, наверное, чувствоваться себя и на Флотской в том числе. Хотя Успенскому особо это не помогло. Вспоминаем опять. Ну, они на Вернатко Парке играли. Может быть, этот фактор тоже надо учитывать. Что все-таки СДН... Кстати, СДН даже тренируясь в Лужниках, да, готовясь... На Большой Спортивной? Да, на Большой Спортивной. Ну, нет, на самом деле не на запасных полях. То вот совсем недавно перешли на Сетунь Парк, чтобы именно тренироваться именно там, где и будут играть чемпионат и Кубок ЛФЛ. Ну, сейчас поле стало в пригодном состоянии, поэтому и возвращается команда к тренировочному процессу именно на Сетунь Парке. Вот и все. Ну, и наконец-то у нас стартует самый главный турнир любительского футбола. Это Лига чемпионов ЛФЛ. В эти выходные мы в предвкушении от матча 1-4 финала. Если профессиональная Лига чемпионов уже стартовала, то наша вот-вот стартует, и наши команды начинают в гостях. Дима, огласи, пожалуйста, пары Мегатитан и Титан и ФКСП. Три, целых три команды у нас играют в плейл-фл. Титан отправится на восток. Это единственный из наших коллективов, кто остался в Еврокубках, и отправится не на север, а на восток. В гости к усадьбе Банны. Противостояние сумасшедшее просто-напросто. И те, и другие очень хорошо играют. Самое главное, футбол дают и другим, и, в общем-то, поиграть. Поэтому... Ну, усадьба частенько портила нервы западным командам. Умеет и знает, как обыгрывать их. Прекрасно чувствует себя на Сетунь Парке. Поэтому противостояние действительно серьезное. И как раз Титана будет крайне сложно. Потому что усадьба не только умеет играть в футбол, но, опять же, умеет играть неприятно. Умеет терпеть. И вот умеет играть так, как нужно для того, чтобы проходить дальше. То есть это такой опытный кубковый боец. И брать кубок чемпионов тоже. Да, дважды подряд в финале играл. Усадьба Банная, кстати говоря. Такое тоже не часто увидишь. Да, в 14.40 этот матч будет состояться 7 апреля. Я думаю, что наши восточные коллеги обязательно покажут 1-4 Лиги Чемпионов. И мы все вместе с вами можем просмотреть за этим матчем. Кто дальше? Ну, а дальше наши северные коллеги. Мега Титан попал на ЦДК, на армейцев. Ну, и вот здесь вот с зарубой будет самое, что ни на есть, жаркое. С зарубой, мне кажется, да, действительно будет, может быть, крутая, а может быть и не получится. Потому что Титан предельно, Мега Титан, прошу прощения, предельно мотивирован. ЦДК может как быть предельно мотивирован, так и демотивирован. Поэтому в каком состоянии прибудет ЦДК, очень сложно сказать. И здесь, я говорю, может все решиться во втором матче условно и в пенальти, и там на последних минутах. И борьба будет до последней секунды, а может уже в первом матче, теоретически. Ну, ты знаешь, и чем-то похоже ЦДК и Мега Титан, потому что и у ЦДК не все хорошо во внутреннем первенстве. Ну, во всяком случае, по информации недельной давности, они были за тройкой призеров. Ну, и Мега Титан явно ожидал видеть себя немножко повыше, да, перед стартом сезона. Ну, были какие-то проблемы игрового характера в первой части сезона, но вот после зимней паузы Мега Титан, конечно, рвет и мечет, и дай бог сохранит такой темп. И видна вот работа уже Александра Голевца, который, видно, работал, гнул свою линию, добивался определенных моментов, результатов, и вот они к нему пришли. И особенно вот помог вот зимний перерыв, когда он смог вот... Ну, насколько я знаю, вообще Мега Титан играл целую серию таких товарищеских, товарищеских-контрольных матчей, чтобы как раз выйти на пик формы через игровую матчу. Да, и причем играли с серьезными соперниками, то есть особых, там, кому можно было по 15-20 отгрузить, и посмеяться таких не было. То есть в большинстве своем были соперники, вот, кто играет в плей-офф Лиги Чемпионов, команды опытные и так далее. ЦДК Мега Титан также 7 апреля в 13.10, ну, а мы переходим к следующей паре, здесь Гефест ФКСП. Странно скажу, 12.00 тоже 7 апреля. И я напомню еще раз, что все наши команды играют на выезде, то есть на Западе никого не будет, поэтому мы не покажем, но ответные матчи мы обязательно будем транслировать. Ну что ж, здесь, что думаешь, Дима, Макс? Ну, Гефест сможет ли дать бой прокуратуре? Здесь соперник, конечно, тоже очень серьезный, финалист, прошлогодний финалист Кубка ЛФЛ, но в отличие, наверное, от первых двух пар, мне кажется, что все-таки ФКСП будет явным фаворитом в этой паре, я бы так сказал. А я вот усомнился бы при нынешних реалиях ФКСП, потому что травмирован Александр Алмона, основной нападающий, был в экстременном порядке куплен, приобретен, не знаю, как в Запорожской Тавре. Да, да, да. Приглашил в команду Игорь Крыжановский, небезызвестный, да, здравствуйте, Магистраль, Веер, в общем-то все... Титан. Да, да, да. Все прекрасно с этим футболистом знакомы. И непонятно, как пройдет это вживление. Вы сами знаете, что Крыжановский это такой футболист, который может и решить момент, решить вообще судьбу матча, но может и негативно сказаться где-то на игре команды. Ну, в случае, если он будет негативно сказываться, мне кажется, его просто-напросто уберут в запас, там, не будет выпускать. У ФКСП такая скамейка, что от одного человека, тем более, который только пришел, да, он, наверное, не будет страдать. Вот если бы не будет Бирюкова, да, наверное, это уже будет как-то сказываться на игре в ФКСП, но я думаю, что никак не Крыжановского сейчас, хотя, опять же, вот первую игру он провел против Космос достаточно неплохо. Там, по-моему, 1 плюс 3. Ну, да, то есть, влился достаточно хорошо, вот, но посмотрим, все-таки одно дело сбивать Космосу, а другое дело сбивать в Еврокубках. По Дефесту, вы знаете, скажу так, что, наверное, если говорить целостно, команда стала чуть слабее, нежели несколько лет назад, но за счет того, что уменьшилась скамейка. Теперь, например, у Дефеста очень сильная обойма сама по себе, но она очень короткая. Если кто-то не доедет, кто-то устанет, то ФКСП этим может воспользоваться. Как раз в недоборе кадров у ФКСП нет. И вот этот фактор, он может оказаться ключевым в этом противостоянии. Потому что, если, например, взять стартовые составы ФКСП и Дефеста, они примерно одинаковые по своей силе. Да, наверное, может и так, и так качнусь на матч, но дальше-то идут матч 60 минут, и кто-то устал, кто-то поменялся. И вот здесь, конечно, ФКСП будет иметь преимущество своим соперникам. Посмотрим, как это будет на самом деле выглядеть на деле, потому что мы все умеем считать на бумаге, делать какие-то прогнозы, а потом увидим 60 минут и случаются совершенно разные счета, вплоть до 10-0. Ну, четвертьфинал Лиги Чемпионов, тут все соперники, конечно. Тут случайных не бывает команд, поэтому мы лишь можем предполагать, а там уж, конечно, все рассует футбол, естественно. Да. Друзья, ну и давайте немножко поговорим о внутренних наших перипетиях. По сути, за вот несколько недель, которые у нас стартовали, во внутреннем чемпионате каких-то экстра событий, наверное, не произошло. Да, наверное, вы меня поддержите. Единственное, что отметим, действующий чемпион ФКСП вернулся после весенней паузы, разгромил «Космос» со счетом 8-0. Вот ты, как правильно Дим сказал, Крыжановский 1-3, новичок команды. В основном все, в принципе, без изменений. Единственное, что Бирюков сейчас с новой шевелюрой отращивает, немножко выделяется. Не только теперь игру. Совершенно кладет штрафные все так же. Безусловно, безусловно. Здесь ФКСП покурарился и так вкатился как раз к Лиге чемпионов. Ну а «Космос» тоже провел вроде бы заявочную кампанию, но тем не менее пока это не помогает. Еще сейчас пройдет две недели, на следующей передаче мы как раз поговорим о трансферах обязательно, потому что они буквально только начались и уже есть интересные трансферы. Мы о них обязательно расскажем. Из того, что интересно, наверное, центральным матчем вот этих весенних дней был «Титан Трансконтейнер». Да, и причем он был центральным не только по вывеске, но и потому, что происходило на поле. Даже уровень просто футбола, который был вот за эти 60 минут на поле, он не сопоставим ни с одним, наверное, другим матчем вот внутреннего первенства за этот короткий отрезок. Потому что либо был явный фаворит, и, соответственно, игра заканчивалась к перерыву, либо было больше борьбы, скажем, чем футбола. Вот «Трансконтейнер», «Титан», конечно, этот матч я бы выделил безусловно. Ну, соскучились, что же там говорить по таким матчам, где нерв, где борьба до последних минут, где неизвестно, кто победит. Вот этот накал, страсть, вот нам, конечно, такого не хватает. И «Титан», «Трансконтейнер» нам показали, как нужно играть в футбол, и как к телевизору, когда-то какой-то хороший фильм, классный, да, ты хочешь его смотреть, не хочешь отрываться. Вот примерно то же самое происходило на поле. Ну и голы, ребята, это просто что-то невероятное. Первый гол Медведева. Ну, наверное, кроме него туда никто не мог побежать просто. Вот, понимаете, за защитников. И никто бы не понял, куда вообще ногу совать-то, в принципе. Да, да, да еще, когда у тебя в защитниках Крылов опытнейший футболист, и все было как надо, классно. Ну и ответный гол Галихина, это ну а-ля Кристиана Роналду, ребят, честно говоря, я такого точно не видел. Хотя вспоминаю гол на ворота Барса, кстати говоря, Черниговского через себя, что-то похожее было, но все-таки Галихин, мне кажется, тут все равно первое место занимает. Соглашусь с тобой, это Черниговского, я тоже прекрасно помню гол, но здесь настолько все было акцентировано, все там и на камеру просто буквально специально, да, чтобы все было видно. Классно. Классный момент. А самое главное, что вот все три гола, которые были забиты в этой встрече, они уложились там минут пять, может быть, от силы. То есть, команды взорвались, выстрелили, как будто бы вот весь порох потратили, ну а потом уже начали вот этот тени-толкай. Но были ли шансы трансконтейнера на Артаграция? Скорее, наверное, у Титана все-таки был. Титан бы скорее был ближе к третьему забитому мячу, нежели чем у трансконтейнера к тому, чтобы сравнять счет. Ну, где-то не шли удары, да, допустим. Мы все знаем, что стандарты у трансконтейнера всегда были грозным оружием, но похоже, что вот сейчас вектор немножко сменился, да, и больше идет акцент где-то на игровых взаимодействиях, где-то вот на стеночках, на пасах, забеганиях, длинных передачах, нежели чем вот на тренировках оттачивают какие-то стандартные положения. И вот в этом аспекте, мне кажется, трансконтейнер, который брал как раз где-то штрафными, угловыми в прошлом сезоне, когда выиграл Кубок ЛФ, вот сейчас ему этого немножко не хватает. И на мой взгляд, это прям явно бросалось в глаза. Ну, мне кажется, трансконтейнер немножко сейчас переходный период. Новенькие футболисты втягиваются, да, и им нужно для того, чтобы, может быть, сыграться как-то. Возможно. В принципе, неплохого уровня сейчас. И Митин вот пополнил состав, и Бочкарев тот же, да. Вот, поэтому есть с кем играть, но вот, к сожалению, наверное, за чемпионство в этом году уже бороться, наверное, будет очень сложно. Ну, здесь уже скорее, да, за тройку-то будет очень тяжело. Да, даже за тройку, Дим, согласен. Да, здесь вот скорее идет уже борьба такая между трансконтейнером, Портером и ЦДН. Ну, вот место под солнцем, да, под этой тройкой. Место под солнцем, да. К сожалению, четвертое место не дает путевку, да, в Лигу чемпионов. Ну, выиграйте. Только в случае победы. Выиграйте и дадут. И все вам дадут, все будет. Да, только выигрывайте и играйте, да, говорится. Но вклиниться в тройку, конечно, будет. Сложно, но сложно, конечно, говорить-то здесь. И не факт, что Мегатитан может в двойку-то вклиниться тоже. Это еще вопрос достаточно дискуссионный. Да, уж говорить, что кто-то еще может там помешать чему-то. Где-то, как говорится, что-то подложить, мину какую-то, кто-то из команд теоретически способен. Вот. Но по факту на длинной дистанции, конечно, нет. Сейчас Титаны ФКСП пока что, наверное, по праву иду первое-второе место. Предлагаю несколько матчей первой дивизиона обсудить. Что меня зацепило в весенней части? Это константа. Это правда. Константа удивляет и собирает урожай. Коммунар после выхода с зимней спячки обыгран. Причем там еще и матч такой был, что, по-моему, 4-0 или 4-1 Константа вела. И только потом уже Коммунар начал потихонечку пытаться догнать своего соперника, но времени не хватило. Отмечаю для себя, что Константа в очередной раз очень хорошо выступает после зимы. В позапрошлом году Константа выиграла, по-моему, зимний кубок. Да, зимний кубок Константа выиграла, да. В позапрошлом году. И поперла тоже в чемпионате. И вот сейчас весна и Константа вновь в хорошем, в игровой форме. А и вдобавок к Константе вы посмотрите на плотность турнирной таблицы. Да, там где-то, может быть, недосягаем уже Коммунар. Но вот эта группа преследователей, которые заканчиваются пятой позицией, а пятая позиция дает еще право на стыки, завершает эту пятерку Портер. 49 очков, у Константа уже 43. И, кстати, именно Портер Константу и обыграл. Там тоже сумасшедший был триллер. У нас есть забитые мячи, все это можно показать. Ребят, 3-0 Константа ввела. Ну, мне кажется, все вообще, но шансов нет. Сейчас Константа еще забьет. Но два разных тайма, как будто бы вообще. Что произошло, я вот вообще не могу даже предположить. Я думаю, что это некая такая отличительная уже особенность Константа. Потому что, я говорю, видел матч с Коммунаром. Там четыре мяча, ну, вроде бы все уже. Коммунар там просто уже лежит и не поднимется. Но во втором тайме, пожалуйста, потихонечку, по чуть-чуть Коммунара уже начал приближаться. 4-3 тот матч закончился. Здесь же Портер удалось вовсе перехватить инициативу и даже довести матч до победы. Тут суть, мне кажется, в том, что Константа это такая команда с явно атакующим стилем. Это куражистая команда. Если у нее пойдет, то они могут разорвать любую команду в первом дивизионе. То есть у них постоянно вот эти вот забегания, стенки там. То есть ребята, многие со спортшкол. То есть это команда, которая всегда акцентирована на атаку. Если они, ну, то есть успели набить столько, сколько им, допустим, достаточно будет для победы, то это хорошо. Но при этом, как бы, это не та команда, которая может отстаивать счет. Вот, на мой взгляд, как бы, этот компонент ей очень сложно набираться. Не останавливайтесь, забивайте дальше. Если только так, да. Но ведь поперло же. Ведь поперло же у них. Поперло, но тайм закончился. 3-0, тайм закончился. А во втором тайме поперло опять у Ильяненко. Может это быть такое, что в течение 60 минут поперло и не поперло одновременно? Ну, вот если бы арбитр встречи свисток не дал, то, может быть, и до победы бы довели. А тут получается, что что-то, что-то пошло не так, как говорится. Да, что-то пошло не так. И в результате сумасшедший драматический матч. Портер забивает 5 безответных мячей. И, честно говоря, мы все были в шоке. Просто от того, что произошло. Ну, и тема украшает наш футбол. Вот такие счета, вот такие камбейки, вот такой накал. Здорово, спасибо за этот матч. И Портеру, и Константе тоже. Конечно. Ну, наверное, Портеру сейчас очки чуть более нужны все-таки. Если они планируют побороться за выход в высшую лигу, то, конечно, да. Но вопрос, надо ли это, поскольку ты разговаривала с Александром Кочетковым. И вот он усомнился. Не помню, после какого матча мы говорили, но вот он усомнился, что две команды Портеру нужны в высшей лиге. Но Портер все равно будет до конца бороться. Может, просто не пойдет. Тогда зачем нужен Ольяненков, да? Ну да, хороший вопрос. Можно, допустим, занять третье место, взять медали, выиграть стыки и не пойти в высшую лигу, да? Максим, у тебя бы позволило свое самолюбие, гордость, совесть не пойти выше? Ну, у меня нет, конечно. Ну вот и мне тоже, на самом деле. Дима, а тебе? Нет, только выше, только выше, конечно. Ну, примерку я одни ногой. Лично я примерку. Ну, об этом мы еще поговорим, почему. Ребята, еще один матч, который попал в объективы наших видеокамер. Это Феникс 9 Атлантис. Центральный матч-туры. Первая и третья команды встречаются. И, прошу, премьер, вторая, третья команды. Первый Комунар, конечно же. И здесь такая боевая ничья. 1-1. Матч получился, на самом деле, что надо, боевой. Если в первом круге, помните, да, Атлантис обыграл Феникс на таком на опыте, можно сказать. Там тоже был боевой матч, просто счет такой 1-5. Да, ну, до какого-то момента Атлантис, во-первых, играли на первом поле, что очень важно. Атлантис все-таки привычнее, наверное, там играть. И он воспользовался вот этим, где-то свободными большими зонами, да, смог покатать, подержать мяч. Здесь, естественно, в Феникс 9 был настроен дать реванш. Игра получилась не только хорошей с точки зрения футбольной, но и с точки зрения такой мужской борьбы. Было два удаления. Первый получил, сейчас даже себе с подсказкой сделаю, Алексей Мамонов. Мамонов, причем так интересно, Алексей Мамонов ударил соперника, думая, что судья не видит этого эпизода. Скрытый удар. А Роман, да, Шестак как раз в момент поворачивался. И тот уже стоит, он думал, а я не вижу что-то из этой серии, да. Ну и деваться, конечно, никуда. Было некуда Шестаку, Роману. И затем, правда, составы уравнялись. Андрей Акименко получил красную карточку. Тоже не сло. Почему-то мне кажется, что он уже не за грубый фолл, а за какие-то, так скажем, претензии к арбитру. Но это так, интересно просто, было бы проверить догадку. Ну, вот, кстати, по Акименко не уточнял, честно говоря, забыл. Вот, честно, забыла почему, но суть в том, что вот матч получился 1-1 по удалениям, 1-1 по счету и, наверное, 1-1 по игре. В принципе, сложно. Я вот этот матч не видел, потому что он накладывался как раз на трансконтейнер Титан, который мы комментировали. И могу сказать, что вот тот антураж, тот шум, те эмоции, которые были на втором поле, они иногда просто-напросто перебивали весь какой-либо там интершум с поля первого, хотя мы находились в двух метрах от раздевалок. Ну, была очень эмоциональная встреча и, опять же, возвращаясь к удалениям, тому подтверждение. Да, потому что игра была чересчур накаленная. И Атлантис, несмотря на то, что, казалось бы, футболисты, профессиональные, да, они умеют за себя постоять и ответить, когда надо. Да, помимо того, что играет еще в футбол. Ну, и Феникс 9 тоже отдадим должное, да, потому что не побоялись, сыграли, хорошо, и 1-1 вполне достойный результат. Конечно. Сергей Стебецов сказал, что 21 человек, Феникс 9, ехал на игру с Атлантисом. То есть, какой был сумасшедший настрой на эту игру. А сколько приехало? Приехало, это надо мне уточнить, пока не связывался. Но он сказал, что 21 человек, у него был в заявке, в его конспектах, там, листах. Вот, ну, думаю, что это далеко не 80, судя по шуму, да? Да нет, ну, конечно, я думаю, что все 21 и приехали. Скорее всего так, да, и, конечно, планировали эту встречу выиграть, и, ну, задача у Феникса 9 стать чемпионами. Даже несмотря на то, что Коммунар чуть-чуть идет повыше, отрыв есть, но задача стоит именно чемпионами стать. И выиграть, кстати, Кубок Москвы тоже. Ну, первое место будет сложно, все-таки, наверное, Коммунар пока что. Это явный такой фаворит. А вот, что касается Лиги Москвы, это здесь, да, здесь все реально, все по силам. Несколько матчей 2А и 2Б, которые есть у нас, которые мы можем показать. Значит, по 2Б начну с твоего матча. У нас он попал в трансляцию. Ну, давай, да, не будем первой. Все-таки у нас... Да. Вообще, было бы интересно узнать, почему так Батутина сейчас прет. Так, ну, во-первых, Атлетика, Заречья, 3-2, победа Атлетика. Максим, вроде бы, Заречья фаворитом, по идее, был, да, судя по, ну, по крайней мере, по турнирной таблице. И тут вы, неужели ты настроил их по трансляции? Скажи честно. Да не то, что по трансляции, там просто прогнозы, опять же, да, смотрел. На нас только 2 человека поставили. Это Саша Бабурин из «Нестандарта». И Илья... Что-то знал? Что-то знал? Нет, что-то чувствовал. Но он все время, на самом деле, на нас ставит, видимо, симпатизирует. Вот, Илья Слаганюк тоже поставил на нас. Но это, я думаю, что он уже из сострадания после 05, после такого кошмара, который мы испытали с Ватутина. Вот, ну, в общем, остальные все, конечно, ставили на Заречья, и, ну, можно понять, потому что они существенно оторвались в турнирной таблице. Но у нас новички появились, трансферное окно открылось, и мы... Белорусы. Да, белорусский десант, как прозвучало в прямой трансляции. Ну, там ребята все поигравшие, там даже вот Андрей Стайн, наш новичок, он в высшей лиге Белоруссии играл и забивал там. Вот, был также в первенстве дублеров, вообще был лучшим бомбардиром. Вот, то есть это действительно талантливый парень, у него 1 плюс 1 в этой игре. Ну, вот к Заречью мы подошли, вот у нас сколько там, 4 или 5 новичков вышло на поле по сравнению с Ватутина. Доволен всеми? Ну, конечно, результат, потому что достигли, да, 3-2, тяжелая победа, очень тяжелая победа. Заречья могли не проигрывать, то есть игра так сложила, что они 1-0 ввели в счете. И когда 3-2 встала в концовке, там и гол назревал, и еще там в конце дважды они могли забить. То есть тяжелая очень победа, ну, конечно, очень доволен. Когда такие вот выигравшие у фаворита, получается, что Заречья был фаворитом, и еще и так вот тяжело, как бы, ну, сами знаете, это самый кайф. Атлетико надо было, вот, что-то наподобие такой победы, потому что были там и неудачи, да, и тоже поражения от Ватутина. Вот расскажи, Максим, про, кстати, Ватутина, Феникс 9, тоже центральный матч, наверное, 2-го дивизиона, да, если бы не такой пир матча, да, наверняка мы его бы тоже показали, и Ватутина одерживает очередную победу 3-2. Да, Ватутина, так же, как и с Атлетикой, сыграли очень строго. В глаза бросается то, что четко ребята знают, кто где, как, кто где играет, на каких позициях, кто кого меняет. Строжайшая дисциплина, да, то есть рассчитывают на конкретных людей, оптимальный состав. То есть уже Ватутина второй сезон, по-моему, вот уже такие вот ходят разговоры, что они мечтают попасть в первую лигу, то есть это их идея фикс, и, по-моему, действительно, они вот всерьез взялись за дивизион 2Б и планируют в тройку войти. Пока что удачно это выполняют, обыграли нас 5-0, теперь обыграли Феникс 9. Честно говоря, для меня внутри, хоть я прогнозы не ставлю, но для меня Феникс 9 был фаворитом этого матча, потому что Сергей Стеблецов, да, он и в этой команде же руководит, и он постоянно усиливает, усиливает, спускаются люди из первой команды, из первой дивизиона туда. То есть это, ну, очень серьезный тоже у них настрой, и тоже, кстати, стать чемпионом в 2Б, но это нереально, потому что там импульс. Вот, но тем не менее, для меня и Феникс 9 был, Феникс 99 был фаворитом этой встречи, я никому не говорил про это, но вот признаюсь, ну, Ватутиным молодцы, очень строго сыграли, и 3-1 такая нажил их победа. В плане психологии, я думаю, очень важная, потому что впереди вот эта серия матчей с фаворитами у Ватутина. Ну, надо сказать, что надо, конечно, к чему-то стремиться, да, и цель, как первый дивизион, это очень похвально, и я думаю, что Ватутин должно воздаться за это, все-таки, когда, если у тебя чего-то хочешь, обязательно этого добиваешься, и Ватутина тому подтверждение. Про 2А. Два матча у нас есть интересных, один из них у нас есть, видео нарезка, я начну с Цемента Медик, здесь неожиданно Медик поплыл, что ли, Цемент выиграл 3-1. Ты знаешь, скорее всего, Цемент в порядке, потому что даже вот прошлый матч, прошлый тур, если взять Цемент в меньшинстве, играли весь матч, обыграл Макарено. Да, может быть, у Макарено не самые лучшие времена, там, может быть, состав не собирается или еще что-то, но все равно, играя весь матч в меньшинстве, это как минимум нужно быть хорошо готовым физически, и знать, что ты делаешь на поле, я имею в виду расставиться по позициям и где-то там добегать за отсутствующим игроком, у тебя нет игрока, придется эту зону как-то закрывать. Поэтому я бы здесь на Цемент в первую очередь обратил бы внимание. А что касается Медика, то тяжело, наверное, идти весь сезон без каких-либо провалов, и в том числе, да, тяжело молодым командам, в свою очередь, идти без поражений, но и где-то возрастным тоже, наверное, какой-то отдых, какая-то передышка нужна. Ну, извините, два месяца была передышка. Ну, вот, может быть, переборщили с отдыхом, наоборот. Ну, может быть, наоборот, да, кстати, войти в ритм. Ну, и не стоит забывать слова Дмитрия Цырюпа, который сказал, что у Медика задача не вылететь и не выйти. Вот, может быть, начнем выполнять. Ну, нет, Максим Визьевский все четко объяснил в двух буквально фразах. Поэтому в дальнейшем что-то объяснять это не имеет смысла. Зато вот Дмитрий Николаевич нам сейчас объяснит матч вроде бы такой растиражированный. Как флагман обыграл Медика? На прошлой неделе флагман обыграл Медика, чуть ли не до небес. Вознесли, понимаете ли, да, там его приц, Жандаров, было интервью, все хорошо, мы там Мистерия. Готовы, убийца, по факту, 0-9. Что это было, Дим? Ну, это правильно. Интервью-то к Жандарову и Оприцу, а 0-9 это ко мне. Это я вас услышал, коллеги. Не, ну, если серьезно, все-таки ты видел матч, и друзья сейчас, телезрители, могут посмотреть. Забитые мячи, пропущенные, забитые. Давай, тебе слово. Ну, так бывает, Мистерия оказалась сильнее, причем во всех аспектах, и физически, и тактически, и, наверное, даже и с настроем. У Мистерии было в этом матче, именно именно в этом взятом матче, наверное, было лучше, нежели чем у флагмана. А что случилось? Пропустили два гола, как мне кажется, совершенно необязательных, потому что первый гол это удар со штрафного в ближний угол, а наш голкипер, видимо, поверил немножечко в свои силы и решил, что ему стенка в принципе не нужна, хотя удар наносился там, я не знаю, метров с трех от штрафной площади. Ну, и второй гол, так как любят называть, между ушами, ну, а затем уже, в принципе, пошло все то, что оно и было до этого, но просто уже начало где-то и залетать, да, то есть, почему именно такой большой счет? Здесь, правильнее, чтобы ты справился, какой-то вопрос поставил, то есть, почему 0 у флагмана цифра 0, почему, или почему 9 у, собственно говоря, Мистерия, да? Хорошо, 0 у флагмана, не было моментов, ну, практически не было моментов, Мистерия очень физически хорошо готова, ребята, ну, настоящие атлеты, я бы, если честно, Мистерию сравнил бы, если брать каких-то таких более-менее грандов с полетом, потому что все атлетичные, полет в Смоленск, не знает? Да, 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 ей вообще, в принципе, вот, несколько, там, так скажем, нюансов, я бы посоветовал Мистерию подсмотреть у полета, потому что там где-то и розыгрыши стандартов, все это можно будет использовать. Ну, а в целом, Мистерия очень понравилась, как я и говорил еще в начале года, что эта команда, ну, по игре и по всему, вот, по качественному отношению вообще к футболу, к каким-то своим отдельно взятым матчам, она, наверное, лучше всех во второй, во вторых лигах, в принципе, в обеих. Ну, оставляем мы за скобками москвичий импульс. Вот, и интересно смотреться этими матчами, матчи вот действительно смотрятся, потому что каждый знает, что нужно делать, каждый физически хорошо готов, как я уже говорил, и может убежать, где-то создать момент вот просто из ничего. Ну, а что, Жандар и Фаопридс перегорели? Где-то перегорели, где-то переиграли, это был уже все-таки вечер воскресенья, и, понятное дело, что у любых, особенно молодых игроков, ну, просто по несколько матчей в день, выходные приходится, то есть это была третья игра за, только за воскресенье у наших молодых, ну, я не знаю, наверное, вряд ли это можно считать какой-то отговоркой или отмазкой, но это... Ну, когда тебе 20 лет, наверное, я бы не считался за маской и отговоркой. Ну, вот, как минимум на это можно скинуть пару голов. Хорошо, ребята, пару голов вот на это можно скинуть, хорошо? В уме держим 0,5. Да, в уме держим 0,5, и это, наверное, то, на что мы действительно и наиграли. Но, тем не менее, мистерия все-таки подтверждает свой класс, и не зря даже футболисты москвича отмечают именно эту команду по игре. Действительно, она в этом году, ах, как хороша! Вот даже не обидно было после матча. Иногда, вот, если бы, допустим, атлетика проиграла бы Заречья, да, было бы обидно очень, потому что еще скользкие могли выиграть, а здесь... Ну, вышли, вышли, проиграли, вышли. Без вариантов, да? Без вариантов. От первой минуты и до последней. Ну, вот мы так же Ватутина. У нас, Дим, с тобой мы за двое выходных испытали все, да, и хорошую победу, и вот эти фиаско. Вот с Ватутина тоже, ну, 0,5 мы попали, но совершенно по делу, да. Мы, пропустив второй гол, уже просто опустили руки и нас добили. А, ну, в сущности, какая разница, 0,2 или 0,5? Очков-то это не прибавит. Ну, разница. При 0,2 нельзя все-таки руки опускать. Там-то по той игре было, с Ватутина, было так, что они нам ничего не дали сделать. То есть при 0,2 это уже приговор был, ну, то есть, ну, не было вариантов у нас в этот день, вот, ей-богу. Вот такая история. Ну, бывает-то, черные дни. Друзья, ну, вот мы выполнили свой план на эту передачу, наверное, можно закругляться. Будем готовиться уже к следующей, она выйдет через две недели. Ну, а сейчас на улице хорошая погода, играйте в футбол, наслаждайтесь, и мы ждем огненного футбола. В студии передачи «Натуре» был Дмитрий Яшов, Максим Киселев, Михаил Меркулов, и увидимся через две недели. Пока!